привет друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я обещал рассказать о том как происходит перевод активов своих из инвестиционной палаты в открытии брокер я просто обещал об этом рассказать здесь очень коротко все я попросил своего менеджера чтобы он помог мне в этом деле он прислал мне письмо которому прикрепил файлы следующие сейчас я вам покажу их вот поручение на зачисление ценных бумаг внутри нрд то есть о переводе ценных бумаг это платежное поручение это платежное поручение касается эмитент gp morgan chase банк национальной ассоциациям вид бумаги гдр номер регистрации госрегистрации там ю.с. и так далее форма выпуска бездокументарное количество цифрами 10 штук что это такое но так звучит на самом деле gp morgan chase так далее так далее на самом деле это тинькофф тинькофф кредитные системы акции к тинькоффа были выпущены на лондонской бирже и продавались через гдр которая называется gp morgan chase к этому поручению прикладывается соответственно депозитарный договор распоряжение на поставку ценных бумаг вот такая штука поставщики так далее в открытии брокер собственно говоря это по одной бумаге вот вторая бумага это вторая бумага public liability company яндекс nv это акции компании яндекс которые у меня в инвестиционной палате 48 штук то же самое значит поручение на списание и соответственно он не распоряжение на поставку ценных бумаг вот далее еще следующая компания которая значит переводится это министерство финансов российской федерации эмитент одна облигация rus 28 та самая которая стоит ну там больше 1000 долларов и так далее одна валютная облигация она и к ней же снова распоряжение на поставку собственно с документами вот это все но он мне прислал еще какие-то документы сейчас я вам их покажу смотрите вот такой документ он мне прислал он на трех страницах да на трех страницах еще один документ здесь заявление прошу расчет главному бухгалтеру а о открытии брокер от клиента значит договор такой то прошу за честь расходы на приобретение ценных бумаг зачисленных на счет моего депо при расчете налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами дальше значит вот здесь вот три эмитента перечисляются tcs групп холдинг plc гдр минфин овз овз почему-то 2028 и яндекс нв ао так и по моему то же самое но второй экземпляр того же да это в двух экземплярах да это в двух экземплярах собственно говоря все я здесь ничего не придумывал просто попросил своего менеджера он мне подготовил эти бумаги и их распечатал на принтере поставил свою подпись всюду где надо сейчас я их отсканирую и перешлю ему и соответственно там сегодня или завтра отвезу оригинал этих документов туда в открытие брокер собственно все вот таким образом там у меня инвестиционной палате бумаг намного больше за как бы те которые куплены скажем ну на спб бирже там еще где-то еще где-то вот с ними немножечко печальней всем вот ну а эти я переведу в принципе вот это то что я перечислил это ну как бы основные мои активы там на самом деле ну акции тиньков групп там не так много 10 штук это там ну какая-то небольшая сумма облигация рост 28 больше 1000 долларов стоит и яндекс 48 штук там еще больше стоит потому что яндекс нынче стоит там но ну это в районе 100 тысяч рублей вот ну таким образом где-то 1200 там с лишним активов переведется из инвестиционной палаты в открытие брокер и разблокируется я смогу ими торговать если захочу хочу я это или нет я пока ну раздумываю на самом деле вот но рус 28 я точно не хочу продавать сейчас тиньков это тоже в общем чего продавать вот ты яндекс растет есть все шансы что у нас вот это такая такое короткое видео на сегодня все спасибо задавайте вопросы я буду стараться ответить а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok